Девушки отдыхают Весной и не пахнет. В Нижегородскую область возвращаются морозы. Синоптики расскажут, как долго продержится похолодание. То огонь, то вода. Жители автозаводского района боятся сгореть заживо. С потолка капает, а из розеток идет дым. Пропал подросток. 15-летняя Юля Тузова ушла в школу и до сих пор не вернулась. Родители и волонтеры просят помощи у нижегородцев. Розы, тюльпаны или хризантемы. Как разобраться в большом ассортименте цветов и выбрать не только красивый, но и качественный букет. Прогулка с риском для жизни, секреты нижегородского метрополитена и новый взгляд на классическую музыку. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи. Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Елена Зимитова, приветствую вас. Поговорим о главных событиях среды. И вот с чего начнем. Долгожданная весна в городе. Сегодня столбики термометров поднялись выше нуля. Однако зима пока не собирается отступать. Сильных морозов больше не предвидится, но уже в ближайшее время погода испортится. В ночь со среды на четверг на территории Нижегородской области ожидается от минус 10 до минус 15 градусов мороза. Из-за таких температурных качелей на дорогах образуется сильная гололедица. Специалисты советуют пешеходам быть предельно осторожными. Автомобилистам необходимо соблюдать безопасную дистанцию и заблаговременно подавать сигналы перед началом движения перестроением в другой ряд или поворотом. Гололедица повышает риски возникновения аварии при необдуманных поспешных маневрах. 7 марта воздух прогреется до минус 4 градусов. Атмосферное давление нормализуется. Ветер сменится на южные 4-5 метров в секунду. В праздничные выходные ожидается пасмурная погода, но морозы заметно ослабеют. Утром до 5 градусов выше нуля. Возможно, небольшие осадки. То огонь, то вода. На жителей проспекта Молодежного одно за другим наваливаются несчастья. Пять лет назад один из этажей сгорел дотла, вместе с ним и чердак здания. Дом отстроили, но теперь квартира периодически затапливает. Как только начинается оттепель или дожди, на подоконниках жильцов сразу же появляются тазы, ведра и тряпки. Сделанный сразу же после пожара ремонт в квартире семьи Пешковых пошел коту под хвост. Новые обои отсырели и отклеились. Под плинтусами и гипсокартонными перегородками начала расти плесень. Жители боятся, что сгорят заживо, ведь от воды и влаги возможно короткое замыкание. А постоянный натюрморт в виде ведера и тазов вряд ли можно назвать приятным зрелищем. Вот кастрюля стоит у меня, вот тут прям сюда все капает. И капает еще, знаете, куда? Вот за эту вот, как она называется, облицовкой, вот за нее туда попадает вода. И вот тряпки вот лежат все мокрые, отжимаю, всю ночь отжимала. Обращение в дуг не приносит долгосрочного результата. Конечно, крышу периодически чистят от снега, однако это лишь временное решение проблемы. Как рассказали жители, крыша попросту дырявая. Поэтому водопад в квартире продолжается, а вздохнуть спокойно хозяевам удается лишь в сухую погоду или в период заморозков. Написали акцию, оставили. То, что уберем снег, а ремонтировать будем в летний период. Так они каждый день ее ремонтируют. В смысле, каждый год. И чего? Мне следующей протечки ждать? Или ждать, когда на меня опять упадет потолок? В этой комнате уже падал потолок. Пенсионерка уже не верит, что проблему возможно решить мирно, ведь за столько лет борьбы с коммунальщиками ничего не изменилось. Пожилая женщина потратила все свои сбережения на ремонт, которые уже снова нужно переделывать. Как рассказала жительница, единственным решением она видит обращение в суд. К другим темам. 6 марта отмечают Международный день зубного врача. Это одна из древнейших профессий. Первые упоминания о ней относятся к 7-му тысячелетию до нашей эры. В наши дни большинство россиян страдают из-за проблем с зубами. Это 86% взрослых и 65% детей. А Нижегородская область считается неблагополучным регионом по заболеваниям полости рта. К слову, за рубежом ситуация обстоит гораздо лучше. Там всего у 20% взрослых наблюдаются проблемы с зубами. Так неужели россияне могут остаться без зубами? Специалисты советуют соблюдать элементарные меры профилактики, которые необходимо предпринимать даже тем, у кого есть проблема, для того, чтобы не запустить ситуацию еще больше. Наталья Владимировна – стоматолог. Она работает почти 15 лет. На ее счету тысячи вылеченных зубов. И она точно знает, как сделать полость рта здоровой. Первое правило – это гигиена полости рта. Это обязательная чистка зубов два раза в день с применением ополаскивателя, ирригатора, зубной нити. Второе – это рациональное питание. То есть в рационе человека должно присутствовать достаточно жесткой пищи, чтобы правильно сформировать зубочелюстную систему, достаточно молочных продуктов, белковых продуктов, свежих овощей и фруктов. Ну и третье – это, соответственно, регулярное посещение стоматолога. Однако многие, привыкнув к советской медицине, не спешат идти к врачу. Причем речь не только о старшем поколении. Но стоматологи утверждают – бояться нечего. Сейчас врачи используют анестезию, а благодаря современному оборудованию время лечения сокращается в три раза. Медики советуют ходить к зубному не менее двух раз в год. Доктор может назначить профессиональный генополости рта, который направлен на снятие зубных отложений, которые человек, как правило, не справляется при домашних условиях. Зная страх пациентов и жесткую конкуренцию, многие стоматологические клиники пытаются отличиться. Например, в Лос-Анджелесе лечебницу сделали в стиле космического корабля. Дети приходят в восторг, а взрослые могут вспомнить юность. И тут уж не до страха. А в Японии есть клиника для всех ценительниц розового цвета. Она похожа на гигантский домик Барби. Разнообразие услуг тоже удивляет. Например, можно заказать Дентикюр – это аналог маникюра, только для зубов. А еще сделать свои зубки незабываемыми, поставив на них скайсы, проще говоря, стразы. И помните, своевременное обращение к специалисту сэкономит не только ваши деньги, но и ваше время. Застройщик жилого комплекса «Квартал Европейский» признан банкротом. С иском о несостоятельности ответчика в арбитражный суд области обратился Водоканал. Сумма требований организации составляет более 8 миллионов рублей. О других новостях расскажем в рубрике «Короткой строкой». Движение транспорта на площади Маркиной улицы Рождественской перекроют в ближайшие выходные. Ограничения будут действовать с 11 часов вечера 9 марта до 11 часов вечера 10 марта. Кроме того, из-за масленичных гуляний в этих местах вводится запрет на остановку. Объехать территорию праздничных мероприятий можно по прилегающим улицам. С 1 по 30 апреля в Нижегородской области ограничат движение большегрузов. По региональным и муниципальным дорогам запретят передвигаться автомобилем с массой свыше 6 тонн. Связана такая мера с чрезмерной влажностью почвы под дорожным полотном. Список дорог, на которых введут ограничения, опубликован на сайте, адрес которого вы видите на ваших экранах. Изменения в связи с праздником коснутся и общественного транспорта. В ближайшие выходные канатная дорога будет работать по следующему расписанию. 8 и 9 марта с 6.45 утра до 10 часов вечера, а 10 марта с 9 утра до 10 часов вечера. Когда рождаются долгожители? Ученые пришли к выводу, что люди, появившиеся на свет осенью и зимой, живут дольше остальных. Такая статистика объясняется тем, что женщины, которые рождают в холодное время года, вынашивают ребенка в сезон фруктов и овощей, благодаря чему плод получает максимальное количество полезных веществ. В преддверии 8 марта госавтоинспекторы поздравили нижегородских автоледи с наступающим праздником. Сначала девушки пугались строгих мужчин в форме, но после добрых слов и подарков дамам ничего не оставалось, как улыбнуться и сказать спасибо за такую милую акцию. Поздравляют, вот, пожалуйста, это вам. Спасибо большое. Будьте всегда здоровы, счастливы, красивы, и чтобы все у вас было хорошо, и правила не нарушайте. Спасибо. Неожиданно? Нет, неожиданно. В 2006 год за рулем первый раз так правили. Эта акция уже стала традиционной и проводится более 10 лет. Сотрудники ГИБДД верят, благодаря таким добрым мероприятиям, происшествие на дорогах может стать в разы меньше. Тем более, впереди Международный женский день, и это ли не повод лишний раз сделать дамам приятно? Если будет хорошее настроение у женщины-водителя, я думаю, она и управлять транспортным средством будет с удовольствием, будет внимательной и не будет совершать какие-то дорожные происшествия, не будет нарушать правила дорожного движения. Для детей, находящихся в машине, инспекторы тоже приготовили сюрпризы. Светоотражающие элементы, которые могут спасти жизнь в темное время суток на плохо освещенной трассе. К слову, по статистике, с каждым годом количество аварий с участием женщин уменьшается. Пусть у вас, дорогие дамы, будет все хорошо, пусть всегда у вас дорога будет прямая, никаких проблем у вас на дороге не будет, а мужчины-водители всегда вам помогают в вашем движении и всегда подсказывают и дорогу, помогают, если у вас ломалась машина, всегда будут вам надежные опоры. Смотрите во второй части выпуска. Пропал подросток, 15-летняя Юля Тузова ушла в школу и до сих пор не вернулась. Родители и волонтеры просят помощи у нижегородцев. Роза, тюльпаны или хризантемы. Как разобраться в большом ассортименте цветов и выбрать не только красивый, но и качественный букет. Прогулка с риском для жизни, секреты нижегородского метрополитена и новый взгляд на классическую музыку. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Убил из-за сумки. В Урине 59-летняя женщина возвращалась домой с работы на улице Коммунистической. На нее напал неизвестный мужчина. Он ударил даму ножом в поясницу, похитил ее сумочку и убежал, оставив женщину истекать кровью на дороге. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний безработный молодой человек. О других криминальных новостях расскажем в рубрике «Место происшествия». В Нижнем Новгороде пропала 15-летняя девушка. В среду Юлия Тузова ушла в школу на улице Пермяково, но после занятий домой не вернулась. Особые приметы худощавого телосложения – русые волосы ниже плеч, рост 160 сантиметров. Была одета в белый шарф, розовую куртку с капюшоном, черные джинсы и светлые кроссовки. При себе имела фиолетовый рюкзак. Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить по номеру 28 38 200 или 102. ДТП в Кстове. Погода, которая установилась в последние три дня, огорчает не только пешеходов, но и автомобилистов. Тем более, когда речь заходит об авариях. Налипание мокрого снега, плохая видимость на дорогах – все в совокупности приводит к ДТП. Особенно опасно, если участники дорожного движения нарушают правила. Водитель автомобиля Равон наехал на пешехода, который переходил трассу в неположенном месте. Это увидели и другие автолюбители и сразу же поспешили на помощь. Они вытащили женщину из-под машины. К счастью, обошлось без переломов. Пострадавшую доставили в больницу, где зафиксировали у нее ушибы спины и правого колена. Проехал на красный, ответь перед инспекторами. В Сарове автомобилист нарушил правила и его сразу же заметили сотрудники ДПС, которые ехали сзади мужчины. Видимо, владелец авто и подумать не мог, что слежка повсюду. Но работники ГАИ тут как тут. Уже на следующем перекрестке они настигли нарушителя и призвали его к ответу. И снова к теме нарушений. По словам автора видео, владелец вазовской легковушки каждый день ездит на красный. Наоборот, день за днем автомобилист становится свидетелем того, как мужчина на одной и той же улице пренебрегает сигналами светофора. И, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается, ведь это уже стало вредной привычкой. К слову, ежедневно на территории области регистрируют порядка 6000 нарушений. И это только те случаи, о которых известно. Более 160 миллионов рублей направит мэрия города на строительство детских садов. В московском районе отдельные корпуса появятся рядом с дошкольными учреждениями номера 114 и 115. Работы должны быть завершены уже в ближайшие полгода. О других финансовых новостях расскажем далее. Полмиллиона рублей выделят на реабилитацию нижегородцев после тяжелых травм и болезней. Это почти на 16% больше, чем в прошлом году. В 2019 финансирование реабилитации граждан по ОМС составит 51 миллион рублей в условиях дневного стационара и 451 миллион рублей в условиях круглосуточного. Госдолг Нижегородской области снизился на 12 миллиардов и составляет 62 миллиарда рублей. Из них почти 68% государственные ценные бумаги, 32 бюджетные кредиты и менее 1% госгарантии. 150 миллионов рублей на обновление сельхозтехники. Финансирование пройдет в рамках программы возмещения затрат. В 2019 году компенсация затрат на льноуборочные комбайны возрастет до 90%. Кроме того, в льготную программу добавили оборудование для измельчения древесины. Сейчас готовность сельхозтехники в хозяйствах региона к посевной компании составляет 90%. На планете стало на 55 долларовых миллиардеров меньше. По итогам года в мире осталось 2153 человека с состоянием более миллиарда долларов. В числе богатейших людей оказались 8 россиян, возглавляют рейтинг, владелец сайта Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Bill Gates. По данным Центробанка, курс американской валюты на четверг 65 рублей 79 копеек, евро 74 рубля 74 копейки. Цена за баррель нефти марки Brent 65 долларов 59 центов. Продолжаем. Розы, тюльпаны и хризантемы. Живые цветы – главный атрибут любого праздника. В преддверии Международного женского дня специалисты рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить букет свежим надолго. При выборе букета прежде всего стоит обратить внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим или вялым. Хороший признак свежего цветка – плотный бутон и эластичные лепестки. Специалисты советуют выбирать цветы без блесток и дополнительных украшений. Чаще всего такими декорациями букет дополняют только для того, чтобы отвлечь внимание покупателя от самого главного – свежести цветка. Кроме того, при выборе букета стоит обратить внимание на условия хранения в торговой точке. Срезка хранится неделю. Нужна определенная температура. Она любит холод. Любая срезка любит холод. Температура не должна превышаться. Лучше, конечно, пускай будет ноль, чем плюс 50. А вот любителям заказывать букеты в интернет-магазинах приходится выбирать только по образцу на картинке. Посмотреть на внешний вид цветов заранее не получится, поэтому придется рассчитывать лишь на добросовестность продавца. Доставленный товар должен полностью соответствовать заявленным характеристикам, а при возникновении проблем или вопросов качества букета потребителям необходимо помнить про свои права. Если продавцам был передан товар, например, ненадлежащего качества, либо ассортимент, либо у потребителей есть вопрос комплектности товара, то потребитель может потребовать либо замены, либо расторжения договора, либо существенного уменьшения покупной цены. После покупки цветы лучше укрыть от ветра, снега и морозного воздуха. Уже дома удалить нижние листья, чтобы не допустить гниения, и подрезать стебли. А для того, чтобы букет дольше радовал глаз, специалисты советуют добавить в воду щепотку сахара или поставить в вазу в веточку туи. Прогулка с ветерком и риском для жизни, секреты Нижегородского метрополитена и новый взгляд на классическую музыку. Обзор интернет-новостей смотрите в рубрике «Социальные сети». Учитесь ездить с открытыми дверями. Балахнинские маршрутки настолько суровы, что могут не только прокатить пассажиров с ветерком, но и напугать их до смерти. Ну а может с наступлением весны водителю просто стало жарко, а кондиционера в транспорте нет. Вот и приходится придумывать новые способы охладиться. Еще один плюс – можно выпрыгнуть из салона прямо на ходу, ведь в некоторых местах остановка запрещена, а многие пассажиры так и норовят выйти в наиболее подходящем месте. Новый взгляд на Нижегородское метро. Таким вы его еще точно не видели. Работник городского метрополитена предлагает пользователям увидеть то, что скрыто от посторонних глаз. Однако не все нижегородцы оценили такую щедрость. Многие написали блогеру, что съемка некоторых объектов на фото запрещена, а другие доказывали, что нужно просто любоваться редкими кадрами. Ведь в любом случае шансов увидеть метрополитен с такого ракурса у обычных людей нет. А это значит, нужно ценить старания автора. У этого рыжика непростая судьба. Он попал в приют без всякой надежды выжить. Маленький пушистый клубочек не хотел ни есть, ни пить. Он постоянно сидел в углу в ожидании своей смерти. Но женщина-ветеринар забрала его домой прямо перед тем, как кота хотели усыпить. И ее любовь сотворила с малышом чудо. Котенок не только поправился, но и стал суперзвездой интернета. Теперь миллионы пользователей по всему миру восхищаются его задорным характером и доброй душой новой хозяйки кота. Благотворительный фестиваль кошки-мышки – это шанс для животных найти семью, а для людей бесплатно найти себе нового преданного друга. Несмотря на название акции, помимо котов и мышей, можно было взять еще кроликов, морских свинок и даже хорьков. Вот это хорек Япи, ему около шести лет, он у нас старенький. Это хорек Груф, он молодой, ему всего годик. Организаторы фестиваля отметили, что все животные с радостью знакомились с посетителями и ждали, что именно у них скоро появится новый дом. Ведь каждое живое существо на планете хочет, чтобы его по-настоящему любили. Заграничный музыкант оживил произведения великих композиторов. Он подключил синтезатор к специальным лампам, и благодаря этому музыку теперь можно не только слушать, но еще и смотреть. Эти симфонии в сочетании с невероятным зрелищем вряд ли оставят равнодушными даже тех, кто не фанатеет от произведений Шопена или Баха. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе Первого городского. На празднике вчера была в детском саду у своей внучки. Очень радовалась. Она и стихи танцевали, и пели, и родители пели, и бабушки плясали. В общем, все было отлично. Вчера мы ходили на спектакль, когда наступит завтра. Очень прекрасно отдохнули, хорошо. Успехи внука по каратэ, по учебе. И все, это очень хорошая радость. Я встретил прекрасного человека. Встретил любовь в своей жизни. Вот, меня это порадовало. Провела в прошлые выходные со своими родственниками и друзьями. Мы были в деревне, где нас занесло снегом, но мы благополучно выбрались. Это было приятное событие, да. В конце выпуска смотрите подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Седьмого марта в Нижнем Новгороде, днем минус 3 градуса, ясная погода, ночью минус 5, небольшой снег. Восьмого марта в пятницу, днем около нуля, небольшой снег, ночью плюс 3, дождь. В субботу девятого марта днем плюс 5 градусов, небольшой дождь, ночью 2 градуса со знаком плюс пасмурно. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.